АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я же теперь прямо с парижского самолета сниму-то на Сахалинский полюс пересадим! Ну с другой стороны, а че я так разнервничался? Не то время сейчас! Сейчас гласность! Что вы? Ну наговорил и наговорил. Может он вообще не такой … Да, почему? Мы только встретились и спросили, ты выпиваешь? Провокатор! Понимают, что пьяного на языке,кого трезвого на уме. Что у меня на уме? что у меня на уме у меня на уме купить попугая который живет 300 лет и усыновить его чтобы хоть кто-то из членов нашей семьи увидел чем закончится перестройка я ему так и сказал повтори запишу не понял ну и пусть записывает ушла их время ушло даже оформление за границей то стало легче проходить из анкет целую графу убрали одну теперь не надо больше писать что я в плену не был потому что в стране гласность перестройка плюролизм правда никто не значит такое вот мой дед поэтому по сторонам все время оглядывается когда пересказывает что журнале огонек напечатан сегодня на уху говорит бабуле осторожно теперь надо быть повсюду спиц в репстве видать у деда чутье недаром и 37 пережил и 41 разруха и кукурузу и застой сейчас вот перестройку переживает обещает и следующий этап пережить ликвидацию последств перестройки под названием последняя стадия развитого социализма после который будет окончательный этап последней стадии развитого социализма а потом заключительная фаза окончательного этапа последней стадии развитого социализма я ему так и сказал точно 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 он говорит извини побегу позвоню пока не забыл ну кто меня за язык тянул кто отец и дед всегда говорили не хочешь проболтаться не думай вообще неужели они правы а неужели они опять правы господи что ж я так трясусь то аж мурашки по коже в нашем роду и революционеры были и декапристы и офицеры и моряки и всех правда один дед выжил и нам всем свой хромосомный набор передал с мурашками в генах потому что все боролись сомневались колебались а дед никогда не сомневался а если колебался только вместе с генеральной линией партии он в тридцать седьмом со страшной силой врагов народа разоблачал сейчас говорит надо же ошиблись не тех расстреляли ну ничего на ошибках учатся так что имей ввиду внучок гласности объявили чтобы узнать кто что думает и в следующий раз не ошибиться и точно того кого надо не верю не верю не то время сейчас не то это он так думает старый маразматик надо успокоиться в газетах же действительно всю правду пишут может дед опять прав это и есть наша с вами гласность когда можно всю правду о Сталине, Брежневе, Хрущеве и Берии а бывание грозным можно а Петре первым а вот прямо к памятнику Петра первого подойти все правду ему медному всаднику мол не первый ты был у Екатерины да что же это за время такое ничего не понятно если гласность то в каких пределах если речь ведется вообще о пределах гласности указ какой-то вышел кто будет определять критерии этих пределов кто и как это определить чтобы решить судьбу человека засадить его опять если демократия то в каком смысле ну объясните объясните мы себя так и вести будем мы же такие нас же так воспитали объясните ну в конце концов правильно я ему вчера на прощание сказал если капитализм загнивает социально то наш социализм капитально и все я ему и это сказал меня теперь даже с сахалинского поезда сниму пешком идти заставить не хочу не хочу не верю не то время сейчас перестройка мы так на тебя надеемся даже и дети и те в перестройку и украин сам видел как один малыш на другом верхом ездил нижний не хочу не хочу быть больше ельцина на верхних дворец ты не прав а 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 Я ему и это сказал. У меня выход только один. Пойти куда надо самому. И во всём признаться. Только главное его обойти, свою версию выставить. Тогда мне поверят. Мол, это он сам меня напоил. Причём самогонкой, собственно, приготовления. И всё. Это не я. Это он анекдоты рассказывал. Они у него записаны. Проверьте его, проверьте. Это не я провокационный вопрос затрагиваю. Это он. Каждый раз подливая, приговаривая, сократим аппарат, удлиним змеевик. Да, но если гласность меня же за донос посадит. Нет. Если гласность на самом деле, могу говорить, где хочу и что хочу. Так что надо идти, докладывать. Зато потом точно поеду во Францию. Какой абсурд. Какой абсурд. И на те деньги, которые нам меняют, куплю себе пуговицы. Для нового белого костюма. Когда вернусь, не знаю, о чём думали революционеры с декабристами. Из меня живого слова уже никто не вытянет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...